всем привет мы с вами уже готовили куриные пельмени куриные котлеты несколько разных вариантов ссылочки на все рецепты оставим в описании а сегодня приготовим с вами нежнейшие куриные тефтельки да с грибным соусом ну а сейчас проверяем подписку не скупимся на лайки и погнали и для этих потрясающих тефтелей нам понадобится куриное филе 1 килограмм у меня грудка можете просто взять любые части курицы естественно без костей соли берем 16 18 грамм чеснока 10 20 грамм если не любите просто не добавляйте также берем немного перца черного молотого 35 грамм кориандр и мускатный орех по грамму еще нам понадобится 300 грамм отварного риса для него мы берем риса 100 грамм и воды 220 250 грамм для соуса берем грибы хорошо если у вас есть свои лесные домашние у меня шампиньоны 200 грамм лука 150 200 грамм сливки лучше конечно жирные 20 процентов можно 30 ну и 10 процентные тоже в принципе подойдут понадобится 150 200 грамм перца берем для соуса чуть меньше 1 2 грамма и соли 5 7 грамм для начала приготовим рис для этого в кастрюлю отправляем воду ставим на огонь пока вода закипает промываем рис затем отправляем его в горячую воду и будем варить с момента закипания на слабом огне буквально 8 минут затем огонь выключаем накрываем крышкой и оставляем рис на достаточном жару чтобы он впитал остатки воды таким образом мы доведем рис до полу готовности рис можете использовать любой какой больше нравится круглозерный или длиннозерный ну а пока варится рис немного теории если вы никогда в тефтели не отвариваете рис заранее продолжайте объясню почему желательно это делать если вы сделаете тефтельку сырым рисом то в процессе готовки рис начнет впитывать влагу откуда из фарша тем самым тефтели получится более сухие к тому же куриное мясо готовится быстрее чем рис поэтому желательно его все-таки отваривать также куриное мясо готовится быстрее чем лук поэтому лук ни в коем случае не нужен в куриных котлетах тефтелях да если вы привыкли с детства к этому вкусу тоже продолжайте делать как любите но нежелательно портить вкус куриного фарша луком он его забивает и оттягивает внимание на себя пока рис впитывает остатки воды остывает приготовим фарш филе удаляем из него жилку из малого филе нарезаем на небольшие кусочки чтобы входили в горловину мясорубки пропускаем через мясорубку чеснок чистим натираем на мелкой терке либо тоже пропускаем через мясорубку затем отправляем туда соль перец кориандр и мускатный орех и к тому моменту рис у нас как раз остынет и вот тоже добавляем фарш и все тщательно перемешиваем мускатный орех и куриные Субтитры сделал DimaTorzok Ну а пока фарш охлаждается. Мы вообще фарш охлаждаем для того, чтобы нам легче было сформовать тефтельки. Ну а сейчас мы приготовим соус. Для этого чистим лук, моем, нарезаем. Грибы я не мою, я предпочитаю их чистить. Потому что когда грибы моешь, они напитываются лишней влагой. А мне это не нравится. Если вы предпочитаете мыть, то, пожалуйста, продолжайте это делать. Затем на растительном масле обжариваем лучок, обжариваем грибы, добавляем соль, перец и в самом конце сливки. Субтитры сделал DimaTorzok Как только добавили сливки, выключаем плиту. Соус готов. Вспоминаем, что у нас охлаждается фарш. Вынимаем его из холодильника и формуем круглые тефтельки. Я буду формовать размером 50 грамм. Мне такие нравятся больше. Если хотите, сделайте 100 граммовые. Ну а чтобы фарш не лип к рукам, сбрызните их простой водой. Тефтели готовы. 14 мы будем сейчас запекать соусом, а остальные 13 отправим в заморозку. После того, как они замерзнуты, вы захотите их снова приготовить. Готовите также соус, но делаете его чуть-чуть более жидким. Отправляете в форму для запекания тефтельки, заливаете соусом более жидким. И запекать будете меньше, чем свежие. Свежие же мы сейчас зальем соусом и отправим в духовку. Разогретую до 180-200 градусов духовку на 30 минут. Замороженные вы отправите на 45-50 минут. Совсем забыла сказать, если хотите, можете так оставить соус. Мне нравится, чтобы попадались именно цельные кусочки грибов. Ну а если не хотите такую текстуру, то пробейте соус блендером. Готово. Пробуем. Вкус самой тефтельки просто шикарный. Чуть-чуть мускатного ореха и кориандра придают легкую-легкую пряность. Чесночок ей тоже едва уловим. Хотя я положила два больших зубочка. Теперь макароны с соусом. Грибной соус это нечто. Курочка, грибы и жареный лучок это шикарнейшее трио. Вспомните хотя бы жульен. Эти три продукта не могут не подружиться. Вкус потрясающий. Вот такие ароматные тефтели в сливочно-грибном соусе мы с вами сегодня приготовили. На гарнир совершенно не обязательно делать макароны. Отличное сочетание дает гречка, гречневая лапша, рис, картофель жареный отварной и даже пюре. В общем, решайте только сами, что вы выберете на гарнир. Можно даже и салатик. Ну а мы на сегодня прощаемся. Ваши фотоотзывы можете отправить мне по ссылочкам, которые найдете в описании. До новых вкусных встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok